Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Да-да-да, мы в октябре, и да, у меня цветут подсолнухи, и да, у меня еще зреют томаты открытого грунта. Никакой фитофторы, никакого кладоспориоза, никаких на них болезней нету, они вовсю еще цветут, потому что заморозки еще не пришли, и их не прибили. Где же помидоры тех знатоков, которые рассказывают и учат вас, как победить фитофтору, белокрылку, там все остальное в открытом или защищенном грунте? Вот у меня оно все растет и здравствует, чистенькое и красивенькое, а у них уже давно все померло от всех болезней. Но я сейчас не об этом, у нас вообще другая тема сегодня, у нас одна из осенних тем, а именно мыши. Мыши, грызуны, все эти крысы, они, конечно, очень вредят в саду, в огороде, там подрывают норы, роют там, свеклу грызут, морковь грызут и так далее. Но сегодня про мышей у меня было много всяких выпусков, связанных с приманками, так сказать, ну как промышленные приманки использовать опасно, они там для котов безопасны, для собак, для ежиков, про все это я рассказывал. Как приготовить своими руками, там на основе сернистых соединений, на основе там гипса, алебастра и так далее, тоже рассказывал. Кому-то удается, кому-то не удается, там ловили мы уже в банке с маслом растительным, тоже хорошо получается. В саду ямочки выкопал, бутылки обрезал, масло налил, растительного нерафинированного, слушайте, туда эти мыши набиваются. Ну у кого-то набиваются, у кого-то нет. В общем, всякие варианты мы пробовали борьбы с этими мышами. Сегодня я вам расскажу один способ, от которого вы просто обалдеете. Этот способ не потребует от вас никаких приманок, никаких ядов, нигде ничего расставлять не надо, никуда девать не надо. Вот одна из проблем, которые действуют на нервы, честно вам скажу, у меня абсолютно такой же обыкновенный деревенский старенький-старенький домик, который я купил в деревне. Вот сейчас я его облагораживаю очень медленно, своими руками все делаю, очень-очень медленно его облагораживаю, превращаю в такой уже современный, с удобствами со всеми и так далее, дом. Ну это там 60-го года постройки, прошлого столетия домик. И у меня, конечно, тоже такая же проблема, как у многих в моей ситуации. Ложишься спать и начинается хруст. То есть я этих мышей, конечно, слышу. Вот они хрустят, где-то там бегают под подполом, где-то в стенах какие-то там ходы грызут. Я уже пеной все запенил, везде каждую щелочку, они сволочи, пардон, эту пену грызут. А когда пену начинают грызть, так их пенопластом по стеклу. Слушайте, сразу все зубы начинают болеть. Ну у всех по-разному, но вот у меня вот так. Я этого звука не люблю и не выношу. Ну ядами их травлю, там всем травлю, приманками травлю. Ну их же тысячи, наверное, тысячи, мне кажется. Их огромное количество. И вот в такой ситуации, когда они прям лезут в дом, и вы их слышите, и они прям грызут, я для себя открыл один вообще замечательный метод. Ну конечно он биологический, но не препараты. Не-не-не, не препараты. Он биологический. Значит, что я сделал? Я подобрал в интернете, подобрал звук кота. Мяуканье кота. Да. Но не каждая миканье кота, кстати, помогает избавиться от этого хруста, от этих мышей или крыс, там кто там ходит. Шпол не подымешь, там-то ничего не сделаешь. Они там где-то подрывают и залазят, и хрустят потом. Шкрып-шкрып, шкрып-шкрып. Слушайте, не можешь заснуть до трех часов ночи. Они все же дом этот подгрызают, кажется. Сейчас рухнет. И, значит, я подобрал такую мелодию. Ну вот такой ор, да, котиный. Подобрал такую мелодию. И я всю эту мелодию запущу в самом конце этого видео, чтобы вы могли отматывать, так сказать, ну и когда надо, ставить ее. И вот я ночью просто или вечером, ну когда этот хруст слышу, просто включаю эту мелодию, там буквально каких-то пару минут, на полную громкость телефона. Этот кот орет на весь дом. И тишина. И по крайней мере в ближайшее, ну я не знаю сколько, потому что я дачник выходного дня. Но если я в пятницу вечером это включил, то у меня ни в субботу вечером, ни в воскресенье вечером этого хруста, этих мышей в доме не слышно. Вот через неделю по-разному бывало. Бывало, что опять какая-то мышка залетит. Но очевидно, это какая-то залетная. То есть та, которая уже здесь была, мышка или крыска, она уже, наверное, сюда не возвращается. Потому что бывало так, что через неделю опять подхрустывает, а бывало, что через неделю опять все спокойно. Ну то есть не пришли чужие, пришли только те, которые здесь уже шастали и которые этот дикораздирающий котиный ор слышали. Поэтому я вот вам рекомендую воспользоваться этим способом. Мяту там капать куда-то, мятные капли там под пол, еще куда-то. Ну это все, понимаете, это все так. Ну то ли да, то ли нет, то ли помогает, то ли нет. Но чаще нет, чем да. А вот этот ор душераздирающий котиный, он, конечно, меня выручает очень и очень хорошо. И вот испытав уже этой осенью этот метод, могу вам сказать, что он очень хорошо работает. Поэтому без всяких там ядов, без приманок, чтобы в стенах не дохли, не воняли потом эти мыши-крысы, врубайте этот душераздирающий ор, слушайте сами, так сказать, но он для человека не страшный. Пусть эти мыши-крысы все пугаются изо всех сил и навсегда покидают ваше жилище. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok